В Екатеринбурге на ЖБИ рядом с Желтой башней офисно-складским комплексом и напротив загородного клуба «Пески» жутким образом стукнулись две легковушки и пять человек, в том числе автоледи с двумя малышами, после аварии попали в больницы. В девять вечера на совершенно темной, в этом месте хоть глаз выколи улицы Высоцкого, там, где нет даже уличных фонарей, рулевой «Хюндай» акцентом, мчавшийся со стороны Малышева, рванул на обгон в запрещенном для подобного маневра месте, пересек сплошную линию разметки и ослепленный светом встречных фар налетел на Мазду третьей породы, водительница которой на заднем сидении везла двух сынишек – годовалого малыша и трехлетнего мальчика. К счастью, оба были пристегнуты по всем правилам и сбежали тяжелых увечий. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Из пяти человек три взрослых и два ребенка. Все были госпитализированы различными тяжестями в медицинские учреждения. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга малышей увезли в девятку, а их маму в 36-ю больницу. У женщины все переломы и ушибы справа. Сломанное колено, сломанный большой палец на руке, ушибленная кисть – тоже правая. Именно туда пришелся удар Хюндая, рулевой которого всмятку расквасил не только нос своей иномарки, но и свой собственный. У мужчины, как и у женщины, из антагонирующей Мазды. Сломан большой палец на руке, только левый. А еще у него закрытая черепно-мозговая и сотряс головы. У пассажира акцента похожие травмы слева и еще рваные раны на подбородке и предплече. Обе иномарки разбиты в хлам. А сотрудникам ДПС пришлось на месте во тьме делать все замеры, чтобы занести их протокол. Со слов автоледи рулевой Мазды-3, она ехала по Высоцкого в сторону Малышева и напротив дома номер 58 ей навстречу выскочил автомобиль. С остальными фактами и версиями предстоит еще разбираться органам дознания.